Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Бабулька на горошине. Глава первая. Человек, который начал вести здоровый образ жизни, часто выглядит больным. — Вава, что ты на меня уставился? — возмутилась Николетта. — Показалось, что ты... Я замолчал. — Договаривай, — велела маменька. — Мой вам совет. Если вы не знаете, что сказать, улыбайтесь и заводите беседу о подорожании всего и вся. Ваш собеседник вмиг примется возмущаться и забудет, о чем раньше говорил. Повышение цен — вот лучшая тема для смены темы беседы. — Отвечай, — потребовала Николетта. — Электричество нынче просто золотым стало, — заявил я. — Про воду уже молчу. — Для тех, кто не умеет зарабатывать, все дорого, — отрезала маменька. — Лично я не думаю о всякой ерунде. Борис кашлянул. Я понял, что он маскирует смешок. Да мне и самому тоже хотелось расхохотаться. Но я поборол это неразумное желание и не ответил Николетте. — Конечно, ты не расстраиваешься при виде счетов. Ведь их оплачивает Владимир. — Перестань уводить разговор в сторону, — продолжала тем временем моя мать. — Немедленно объясни. Почему ты смотрел сейчас на меня, как мухобойка на таракана? Я улыбнулся. Николетте свойственно обескураживать слушателей нелепыми и шокирующими выражениями. Она может так обозвать человека, что только диву даешься. Не так давно я слышал, как госпожа Адилье назвала одну даму шваброй с веером. — И что? — тоном, не предвещавшим ничего хорошего, спросила Николетта. — Где ответ на мой вопрос? Вот тут я понял, что испытывает мышь, которую загнали в угол. И как мне выйти из безвыходного положения? Если я скажу, ты похудела, а когда женщина твоего возраста неожиданно теряет вес, это повод обратиться к врачу, то непременно услышу гневные слова. Что ты имел в виду, говоря, женщина твоего возраста? Ежели я скажу, я подумал, что ты заболела, тогда маменька заявит, я молодая женщина, поэтому здорова. С какой стороны ни посмотри, все плохо. Николетта точно устроит скандал. А кто виноват в том, что она закатит истерику? Я, Иван Павлович Подушкин. При виде матери я должен был прямо в прихожей восхититься. Ты прекрасно выглядишь. Твоя новая шуба очаровательна. Ну и так далее. И тому подобное. А что сделал я, когда матушка сбросила манто? Честно говоря, я испугался. Николетта презирает полных женщин, гордится своей тонкой талией и тем, что весы всегда показывают ей одну и ту же цифру — сорок пять. Если маменька и ее заклятые подружки Зюка, Люка, Кока, Мака, Дюка и Нюка видят на каком-то суаре — для тех, кто не в курсе, это слово переводится с французского как «вечеринка» — девушку, которая носит сорок шестой размер, то все вышеупомянутые гиены в бриллиантах начинают беседовать театральным шепотом, а он, как известно, слышен даже на последнем ярусе балкона Большого театра. Боже, как она умудрилась влезть в платье, которое так ей мало! Некрасиво, когда толстуха обтягивает свои жиры. Ей надо похудеть килограммов на десять, наверное, денег на липосакцию нет. И так далее, и тому подобное. На мой взгляд, Зюка, Люка, Кока, Мака и все остальные дамы Прайда-маменьки внешне напоминают пережаренных барабулек в платьях от лучших домов моды Европы и обвесившихся разнокалиберными драгоценностями. Но сегодня, когда Николетта Вихрем влетела в мою квартиру, я увидел, что она потеряла сходство с этой рыбкой и смахивает на... «Ва-ва!» — рявкнула Николетта. «Отвечай!» «Мне показалось, что ты немного похудела», — осторожно сказал я правду. Госпожа Адилье кокетливо выставила вперед ногу. «Да, верно. А почему у тебя выражение лица, как у жабы, узревшей ворону?» «Определенно не стоит говорить правду, потому что ты выглядишь, как засушенный кузнечик, наряженный в костюм от Кристиана Диора и замотанный в бусы Шанель из настоящего жемчуга». «Видишь ли...» — начал я, и тут на мое счастье в столовой заорал мобильный. «Прости, пожалуйста», — сказал я, и, радуясь прекрасной акустике своей квартиры, выскочил из прихожей. Не знаю, кто меня разыскивает, но я благодарен этому человеку от всей души. «Привет», — произнес знакомый мужской голос. «Володя», — обрадовался я, — «николета у нас. Тогда не называй меня по имени», — быстро попросил отчим. «Не надо ей знать, с кем ты беседуешь. У меня к тебе просьба. Огромная. Говори, если смогу, то непременно выполню», — пообещал я. «Сегодня приезжает мой брат», — начал Владимир. «Впервые слышу о том, что у тебя есть брат», — удивился я. «Он от второго брака отца», — пояснил отчим. «И младше меня. Понимаешь, поселить Сергея мне негде». Владимир — очень богатый человек. Для него нет проблем не только снять номер в гостинице, а весь отель купить. Но всякое бывает в жизни. «У тебя проблемы с финансами?» — пробормотал я. «Не волнуйся, объясни, где ты хочешь разместить родственника. Снять ему квартиру? Устроить его в гостинице? Я все оплачу». «Спасибо, Ваня», — обрадовался муж маменьки. «С деньгами у меня все окей». «Не окей с Сергеем». «Он инвалид», — осенило меня. «Нет проблем. Я найду апартаменты на первом этаже с подходящим выездом из подъезда». «Нет, нет. Физически он здоровее нас всех», — снова прервал меня отчим. «У него с головой беда». «А-а-а», — протянул я. «Шизофрения?» «Хуже», — вздохнул собеседник. «Он эгрегорист». «Это что за болезнь такая?» — опешил я и услышал в ответ. «Глупость». «Весьма распространенный недуг», — засмеялся я. «Сам порой им страдаю». «У Сергея особо запущенный случай», — вздохнул Владимир. «Отец наш никогда чудолюбием не отличался. Женился он то ли семь, то ли девять раз. В советские годы так часто ходить в ЗАГС не запрещали, но существовало негласное распоряжение — больше трех браков одному человеку не оформлять. Справедливости ради отмечу, мало кто отважился в четвертый раз заводить семью. Увидев кучу свидетельств о разводе, сотрудница ЗАГСа объясняла жениху или невесте, что лучше хорошенько подумать, прежде чем ставить очередной штамп в паспорте, и вообще очередь на регистрацию брака аж на год. А поскольку стать супругами можно было только по месту прописки, то любители постоянно жениться, разводиться уходили несолоно хлебавши. Но папаше удалось многократно расписываться. Главное условие, которое он выдвигал своим избранницам — никаких детей. Моя мама решила иначе, поэтому рожала меня, уже имея статус свободной женщины. И Анна Петровна, которая потом появилась у отца, также поступила. Наверное, остальные супруги вели себя иначе, потому что я знаю о наличии лишь одного единокровного брата. Я жил в Москве, учился в хорошей школе, поступил в институт. Существовала наша семья на копейки, но моя мама запретила сыну-студенту работать. Сама вечно находилась в поиске денег. Анна Петровна же уехала в Подмосковье, в деревню. Мы к ней на лето ездили, мама и тетя Аня дружили. Попова была доброй, она нас бесплатно пускала жить, кормила, поила. Сергей учился в сельской школе, а в УЗИ не думал. Образования у него нормального нет, но брат хорошо живет, к нему клиенты толпой шли и идут. — Сергей — эгрегорист. Не разрешай ему у себя дома эгрегорить. Выгони дурака. — Это что за профессия? — поразился я. — И с кем ты болтаешь? — спросила Николетта, вбегая в гостиную. — Пожалуйста, попытайся объяснить матери, что Сергей — идиот. Скороговоркой выпалил Володя. Он Николетту на диету посадил, от нее уже и хрящиков не осталось. — Вава, перестань трепаться, — потребовала маменька. — Слушай меня. Есть гениальный человек, брат Володи. Сергей нас научит эгрегоризму. Это очень модно. Все сейчас эгрегорят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok